В квартире, где в любой момент может обрушиться балкон, живет семья из пяти человек. Мать-одиночка с двухлетним ребенком и слепая пенсионерка, участница боевых действий. Мария Самохвалова за год всего раз выходила на балкон, боится за свою жизнь. Я же немощная, и столько мне лет, и я хочу, хоть бы выходить на воздух, хоть на балконе, но я же не могу туда выйти, боюсь, я упаду. Внучка пенсионерки всегда жила в этом доме. Говорит, любимым делом было посидеть на балконе. Теперь боится не только за себя и маленького ребенка, но и за соседей внизу. Заметив, что балкон начал рушиться, обратилась в строительную компанию «Кибок», которая обслуживает этот дом. По подсчетам ее специалистов, на капитальный ремонт нужно около 9 тысяч гривен. Сумму предложили найти самой семье. Таких денег у Самохваловых нет. Протелись в исполком, нам ответили, что это должен делать Кибок. Кибок пришел, составил акт о том, что он в аварийном состоянии, что мы обязуемся на него не выходить. Мы подписали. А сегодня они пришли и составили акт о том, что балкон в удовлетворительном состоянии. По словам главного инженера строительной компании «Кибок», отремонтировать балкон можно. Только для этого старший по дому должен собрать деньги со всех здешних жильцов в счет квартплаты. При наличии решения домового комитета, что истратить деньги накопительного фонда на ремонт балкона данной квартиры, ремонт балкона планируется и выполняется. При отсутствии такого решения деньги не тратятся. Тратятся только на то, что дом считает первоочередным. Кто может и должен отремонтировать аварийный балкон, Самохваловы до сих пор не знают. Пока же, стараясь уберечь себя и соседей, просто не выходят на него даже на минуту. Оксана Витер, Анна Прокудина, Андрей Гаража, Панорама. Продолжение следует...